Чтобы выбрать альтернативу кофе, нужно ответить на два вопроса. Первое. А зачем вы пьете кофе? Меня зовут Левина Алина, я генетик в информатике компании My Genetics, и давайте разбираться. Если вам просто нравится вкус, то продолжайте в том же духе, пейте свой любимый напиток. Если же вы пьете его для ощущения бодрости, то кофе скорее купирует симптомы, но не решает саму проблему. То есть у вас скорее всего либо дефицит сна, либо нарушение питания, а это нужно решать вообще не с помощью кофе. И как раз в конце этого видео мы расскажем о продуктах, которые помогут вам стать более энергичными без кофе. И вопрос второй. Есть ли у вас неприятные ощущения после приема кофе? Если вы чувствовали у себя после употребления одной чашки кофе тремор, повышенную раздражительность, тревогу, беспокойство, ученое сердцебиение, то кофе на вас воздействует не очень хорошо. Возможно, у вас есть поломки в генетике, либо же у вас есть риски заболевания сердца. Поэтому, конечно, нужно этот напиток заменить на что-то более полезное. И начнем мы от видео с продуктов, которые бодрят не хуже кофе, но при этом либо вообще не содержат кофеина, либо содержат меньше кофеина, чем обычный кофе. Первый напиток это мачо. Мы с вами все будем сравнивать с обычной чашкой кофе. В обычной чашке кофе от 60 до 100 мг кофеина на одну порцию. Нет, не будет чашечкой кофе стоять? Мачо это измельченные листья зеленого чая. И здесь содержание кофеина от 40 до 175. Да, если вы очень крепко завариваете такой напиток, то кофеина там будет, конечно, больше. Но в этой напитке также есть, например, аминокислота тианин, который у нас снимает стресс и уменьшает 30 депрессий, что нам, конечно же, на руку. И также в мачо больше антиоксидантов и полифенолов, которые помогают нам поддерживать в целом общее здоровье и продлевают молодость. Еще один вариант – это зеленый чай. В зеленом чае кофеина примерно 30-40 мг на порцию. А это практически на 60% меньше, чем в чашке кофе. Поэтому, если вам нужна именно альтернатива с меньшим содержанием кофеина, то зеленый чай – очень классный вариант. И также здесь много полифенолов, опять же, например, катехина зеленого чая, про который, скорее всего, вы слышали, которые являются антиоксидантами и также помогают омолаживать наш организм. Еще одна альтернатива с кофеином – это темный шоколад. Да, здесь тоже есть кофеин. Примерно в 100 граммах шоколада 70 мг кофеина. И также шоколад дает резкий скачок сахара в крови. А это быстрый прилив сил. Да, этот прилив сил, конечно, через час максимум спадет, но все-таки хорошая альтернатива. Ну и не будем забывать про то, что шоколад дает им прилив дофамина, серотонина. И в целом положительно влияет на наше настроение. Кстати, а если вы хотите отказаться от сладкого, то у нас есть видео, где мы рассказали, как можно все устроить. Ну и последний вариант с кофеином, но при этом с самой низкой дозой – это какао. В одной порции какао примерно 15 мг кофеина. То есть это реально самая низкая дозировка. Причем в какао также есть и абрамин, который в целом действует так же, как кофе, но эффект наступает чуть позже и длится дольше. Также какао содержит флавоноиды, железо, магний, что помогает успокоить нашу нервную систему и положительно сказывается на сердце. Вообще какао, как по мне, недооцененный продукт. Вы к нему присмотритесь. Он еще и вкусненький. Теперь перейдем к аналогам без кофеина. И на первом месте у нас вода. Да, обычная вода. Воду вообще наш организм использует, чтобы передавать нервные импульсы. А основной симптом обезвоживания – это усталость, отсутствие мотивации и в целом вот такое вялое состояние. Поэтому важно следить за уровнем потребления воды. Я знаю, что вы любите цифры, поэтому давайте вот сейчас немного математики. На один килограмм веса нужно выпивать 20-40 миллилитров воды. В среднем человек весит у нас килограмм 60-70. Возьмем 70. 70 на, например, 30 – это у нас сколько? 200. В итоге человеку весом 70 килограмм нужно выпивать примерно 2 литра воды в день. Это правда сложно. Но у нас есть центр жажды, который говорит, когда мы хотим пить. И, к сожалению, многие люди не различают, хотят они пить или хотят они есть. Поэтому часто переедают, вместо того, чтобы выпить стакан воды, кладут себе полную порцию гуляшика. А что так можно было, что ли? Поэтому самое главное – прислушиваться к своему организму. Достаточно пить стакан воды утром, когда вы проснулись, на ночь, когда вы ложитесь спать. Это помогает, кстати, снизить риск сердечных заболеваний. И также упивать по стакану воды перед каждым приемом пищи. Во-первых, вы решаете проблему с перееданием, вы наполняете чем-то желудок, поэтому меньше съедите, просто не влезет в вас больше. И также вы обезопасываете себя от проблемы путаницы, когда вы хотите пить или есть. Еще один вариант – это авокадо. Многие люди пьют кофе за завтраком, чтобы получить этот заряд бодрости на весь день. Но мы уже с вами поняли вот из этого видео, что кофе не дает нам заряд бодрости, а просто дает нам ипотеку. А вот нормальный завтрак может вам реально зарядиться энергией. Например, авокадо – много клетчатки и много полезных жиров. Люди думают, что основное топливо для их организма – это глюкоза, ну, углеводы. Но это вообще не так, потому что основное топливо – это именно жиры. С одного грамма жира мы получаем 9 килокалорий. Запомнили? 9. А вот с одного грамма белков или углеводов – около 4. Поэтому авокадо с его полезными жирами даст нам заряд энергии на больший период времени. И мы дольше будем чувствовать себя бодрыми. Клетчатка из авокадо замедляет рост и падение уровня глюкозы. А это тоже дает нам более стабильный уровень энергии в течение дня. Еще один вариант на завтрак, обед и ужин и на перекусы тоже – это зеленая листовая зелень. Возможно, у вас усталость из-за дефицита питательных веществ, либо же банально из-за анемии. А в зеленых листовых овощах там столько всего, вы даже не представляете. Там у нас и железо, и витамин С, витамин А, витамин Е, и магния, и чего там только нету. Просто, вот просто бери и ешь. Бери и ешь. Да, надо же вам объяснить, что такое зеленая листовая зелень. Ну, это сразу вы наверно сами представили. Все салаты листовые. Это также наша любимая капустка. Это наши крысоцветные тоже туда можно отнести. Они тоже хорошо насыщают нас витаминами и анимиралами. Это брокколи. Это кинза, укроп, петрушка. Вот все зеленое, все ешьте. Все эти продукты помогают нам предотвратить анемию, предотвратить дефицит полезных веществ, а также устранить как раз-таки эту усталость. И последний, но не по качеству продукт на сегодня – это свекла. Она помогает улучшать приток кислорода к мышцам и к мозгу, что нам очень важно. Поэтому мы, опять же, чувствуем себя более бодрыми, более энергичными. Кстати, есть даже смузи из свеклы. Можете обратить внимание, попробовать как минимум. Это новый опыт, а мозг любит новый опыт. Вдруг вам понравится, вы будете на завтра готовить себе вот такой необычный десерт-продукт. Надеюсь, мы помогли вам разобраться с альтернативами кофе. Теперь будете всегда бодрыми, заряженными и готовыми жить эту жизнь. А у нас на этом все. Увидимся в следующем видео. И пока-пока. Блин, я выросла в деревне, я обожала щавель. А он рос только у моей подруги. И мы у нее с огорода тырили. Щавель. Опасная я какая. Опасная я.